Спасибо большое за то, что мы все пришли, спасибо штабу, что он организовал эту презентацию. Должен сказать, что у меня, конечно, были презентации в Петербурге и в Москве небольшие, но эта презентация все-таки отличается от тех, потому что там меня слушали не специалисты по Центральной Азии, и не всегда антропологи, это такая среда, которым интересно, что называется. И это отличается от того, что происходит сегодня. Здесь я первый раз в самом регионе представляю эту книжку, и мне на самом деле очень важно услышать, во-первых, рассказать о книжке, чтобы было какое-то о ней представление, и, во-вторых, услышать какое-то мнение людей, которые понимают, о чем они речи. Потому что в Москве и Петербурге мне иногда просто приходилось какие-то вещи объяснять на пальцах элементарные, потому что люди не знают, уже отвыкли от региона и просто не знают его. Во-вторых, это первая презентация, где я услышу комментарии и какая-то будет дискуссия вокруг книги, потому что книга вышла недавно, и рецензии какие-то, и какой-то ответ я еще не получил. Поэтому это будет первый такой ответ. Я очень рад, что это Светлана, которую я давно знаю, очень хороший антрополог и региону, и так далее. Поэтому я надеюсь, это тоже будет интересно, и мне это и волнительно, и интересно тоже. Поэтому в этом смысле это действительно такая первая презентация. Такой жанр презентации, он такой как бы не совсем понятный. То есть это не научный доклад, а это вот что-то нужно рассказать. Я решил, во-первых, рассказать пребисторию этой книги, немножко о ее формате, почему вот так, почему кишлак, и что за этим стоит. И, ну, может быть, кратко перечислю какие-то темы, хотя это, наверное, будет звучать потом дальше. У этой книжки такая, кстати говоря, я это все подробно описываю в самой книжке. То есть я это... Часто в книжках скрывают свою предысторию. Вот как я писал, как я работал в поле. Я вот ничего не скрываю, я все это написал, и все, что она мне рассказывает, в принципе, это можно в книжке прочитать. Предыстория у нее такая довольно сложная. Вообще я как бы в поле, вот как этнограф, такой советский еще этнограф, аспирант, потом научный сотрудник, института этнографии, академии наук СССР, ездил еще в конце 80-х годов регулярно, каждый год в Узбекистан, работал в кишлаках и так далее, и так далее. Но в 91-м году это довольно резко все оборвалось, все проекты, которые тогда велись, и тогда был такой задуман проект, проведение, повторение колхозной монографии. Знаете, в советское время, в 50-е годы, было написано несколько, этнографами было написано несколько колхозных, так называемых монографий по Средней Азии. То есть брался вот один колхоз, в таком классическом, антропологическом смысле, и его вот изучали. И в конце 80-х была попытка из Москвы, в сотрудничестве с коллегами здесь, тогда в Ташкенте, в Узбекистане, сделать такой же проект. И у меня были какие-то свои поездки, и вот в рамках этого проекта. Это была хорошая идея, потому что это была попытка, как бы интересная попытка, вот в рамках тогда еще советского языка посмотреть, вот как на самом деле. И как на самом деле, это считалось, что вот это может только увидеть этнограф, антрополог, приехав в колхоз, и там пожить, и поговорить с людьми, аминуя всех чиновников. И это сама по себе была интересная практика, которая в Советском Союзе уже в 70-е, 80-е годы отмирала вот таких вот полевых исследований. Но, к сожалению, это поле в 91-м году прервалось, потому что закончилось финансирование, начались вот эти все сложности, и в институте, и в Марионе начались серьезные изменения, и в странах, с которыми мы сотрудничали, тоже начались непростые изменения, поэтому это все ничем не закончилось. Но, как бы, был опыт накоплен, то есть такой предварительный, какие-то знания получены, и в 94-м году вот удалось, сам не знаю каким образом, какой-то такой, видимо, волне, постсоветской волне получить, мне получить грант Виннергер Фондейшн, антропологического фонда американского. И вот, как бы, это дало толчок для этой вот поездки в 95-м году. Собственно, мое основное антропологическое поле происходило 20 лет назад, в 95-м году, когда я полгода жил вот в этом кишлаке. Это кишлак. Я, кстати, могу показать. Это он в Узбекистан. Это находится в Вашском районе Таджикистана, в Ирганской долине, но, как бы, в самой западной ее части. Кишлак Ашаба. Ну, почему Ашаба? Это, как бы, отдельная история. Сейчас, как бы, не в этом дело. Я там полгода жил, работал в архивах. После этого проект продолжался. Я работал в архивах в Ташкенте, в Фергане, потом в Душанбе, в Худжанде, в Канимбадаме. Но в какой-то момент это было связано с 98-м годом. Там, как бы, было два фактора, почему этот проект у меня прервался. В 98-м году он у меня прервался. Это было связано с тем, что был кризис финансовый, и возможности поехать опять стали вот такими затруднительными. Во-вторых, я в какой-то момент понял, что, ну, хорошо, я собрал материал, поехал, собрал кучу материала, как мог тогда, да. Ну, а как этот материал осмыслить? Как его, как сформулировать проблемы? Как сформулировать вопросы? Как сформулировать теоретические рамки? Как бы, с кем находиться в диалоге по поводу того, что, как бы, я знаю, да. Вот сегодня мы все обсуждаем, и мы ссылаемся на самые разные работы, мы читаем массу литературы, она выходит. По той же Средней Азии, как мы вчера говорили, огромное количество сейчас, каждый день новая статья появляется, да, уже. И уже огромное количество книг вышло, и, как бы, планируется выйти. А тогда, в 90-е годы, ничего этого не было. Появлялась одна статья какая-то, и это уже была сенсация. Вот кто-то написал про Среднюю Азию, и, так сказать, вот, и так далее. А в Москве, к тому же, литература вообще тогда не была. Интернет из-за этого не было. Поступления книг в библиотеки не было. У всех у нас было советское, у меня советское образование. Я учился в Московском университете, но, как бы, в советской традиции. Значит, советский язык, советский словарь, советские теории, ну, уже в 90-е годы, ну, как бы, и не работали, и были немодными, и, как бы, непонятно было, кому их предъявлять. Собственно говоря, не было вот этого потребителя советской, как бы, советской теории, да. И это уже было неинтересно. То есть, она достаточно была дискредитирована, и как-то развивать ее... А какие-то другие теории просто мы не знали, и я не знал. Не знал. Поэтому я долго думал, как мне эту книжку написать. Я ломал голову, какие могут быть вопросы, какие могут быть главы, как ее организовать. Я думал, может быть, стоит опубликовать просто дневники с комментариями. Такая была версия. Потом, ну, в общем, в результате все это, как бы, остановилось. Потому что я не знал, не видел, как бы, как это все написать. И эта остановка продолжалась 10 лет. Во время этой остановки я вот описал, может быть, вы знаете книгу «Национализм». Там, как бы, вот эта вот теория национализма, она была более понятна, как бы, она была, она как бы быстро в России стала известна, литература появилась, это было понятно, как это писать. Поэтому, как бы, я переключился на эту тему. А в 2009 году я решил к этому вернуться, и к этому был тоже хороший повод. Я полгода жил в Саппоро, в Японии, в центре славянских исследований. Это, я вот всем рекламирую, это очень комфортное место и условия для научной работы. То есть там отличная библиотека по советскому и, в частности, центрально-азиатскому пространству. Там очень, все условия, как бы, для работы ученого, там масса времени, нет вот этих, как бы, домашних всех обязательств заниматься всякими бумажками. И, собственно говоря, там за полгода я, как бы, начитал, уже, как бы, я в 2000-е читал много литературы, а там я вообще получил допуст к огромному количеству. Ну, просто у них отличная библиотека, замечательная. И это вот дало мне стимул для какого-то уже формирования книги. И после этого еще я в 2010-м году еще совершил поездку в этот кишлак. Она была небольшая, но достаточно, на мой взгляд, эффективной. То есть я понял, что, в частности, второй раз приезжать всегда намного эффективнее, чем первый раз. И полезная, полезнее. Поэтому вот после этого, собственно говоря, уже книжка была готова. И там уже был какой-то промежуток, там, два-три года, чисто технический, на издание этой книги. И, собственно говоря, это такая сложная история во многом предопределила... Сложность книги. И сложность книги, и ее формат. Потому что, конечно, она в начале 90-х годов задумывалась как чисто антропологическая книга. Книга вот о том, что происходит, как существует сейчас. С какими-то историческими, конечно, экскурсами, какой-то там историей, предысторией, генеалогией и так далее. Ну, в общем, акцент должен был быть на сейчас. Но спустя 20 лет, 15-20 лет, вот эта вот актуальность материалов начала 90-х годов, она уже как бы исчезла. Это уже, во-первых, начало 90-х годов стало уже историей, собственно говоря. Ну и вообще, как бы, вопросы того времени, они как бы стали, ну, не такими актуальными сегодня. Вот в таком, ну, сугубо антропологическом ключе, как изучение вот такой вот актуальности и современности, что происходит сейчас. Поэтому мой фокус, как бы, стал смещаться в историю. Я решил перефокусировать свое исследование, вот изучение, как бы, может быть, начала 90-х годов, как оно было в начале 90-х, на изучение советской истории Тушлака, но и включая имперские периоды тоже. Это я тоже, может быть, поясню. И к этому нужно еще добавить тот факт, что в обсуждении проблематики Средней Азии историческая наука, на мой взгляд, проделала гораздо больше шагов, и существует какая-то уже целая большая дискуссия историческая про то, что такое Средняя Азия в 20 веке. Антропологическая литература вот только-только на последние 3-4-5 лет начинает вот так вот массово появляться и начинают появляться такие сугубо антропологические вопросы, я бы так сказал. А историческая дискуссия, она достаточно развитая, и как бы легко было в нее вписаться, как бы, в эти споры, что такое колониализм, империя, советскость и так далее, и так далее. Поэтому это тоже был, как бы, вторым, как бы, для меня интересом, почему книжка приобрела какой-то... Она фактически имеет исторический характер, но с антропологической спецификой. И вот об этой антропологической специфике я тоже хочу сказать, что... Хотя книжка, как бы, о советском времени, и формально, и об истории, и она вписывается в исторические дискуссии, все-таки она сильно написана, как я считаю, в большом, как бы, антропологическом ключе. Во-первых, это заключается в том, что это фокус на локальность. Это такой сугубо антропологический взгляд, да, такой классической антропологии, это вот человек едет в некую такую локальность, и ее изучают. Вот, как бы, историк всегда смотрит, ну, есть, конечно, направление, там, микроистории, да, и так далее, и так далее, но, в принципе, такая, как бы, мейнстрим история, это писать такими большими периодами, большими регионами, большими процессами, а не, как бы, не концентрироваться на какой-то локальности. Поэтому для меня была важна, для меня была важна эта локальность, как антропология, поэтому она оказалась в фокусе, и поэтому это придает антропологичность вот этому историческому исследованию. Во-вторых, из этого, как бы, следует, что моими источниками являются не только, как бы, для типичного такого историка, не только архивные материалы, или, там, какие-то документы эпохи, а среди моих источников очень серьезно представлено, собственно говоря, интервью, большое количество местных каких-то материалов, вот таких локальных, которые я собирал, какие-то документы, какие-то, и большое количество наблюдений. То есть я не только, как бы, брал интервью, я, ну, там, жил, я наблюдал, как эти ритуалы проходят. Стоит очень вкусная история, художественная литература. Да-да-да. То есть это то, что, в принципе, тоже используется историками, но это те материалы, на которых, как правило, как бы, собирает вот антрополог. Это то, что считается, как бы, антропологическими материалами, да, то, что характеризует антрополога. Хотя, конечно, мы понимаем, что и социологи, и историки, и культурологи, как бы, вполне этими материалами тоже пользуются, Но я для себя это определяю как антропологичность своей исторической работы о Советском. Что для меня еще было важным, тоже исходя из того, что я сказал, и это тоже соответствует современному, как мне кажется, антропологическому взгляду, это то, что в антропологической работе должна быть представлена не только позиция автора, не только голос автора должен быть таким доминирующим, который все распределяет, находит закономерности, выстраивает схемы и встраивает их в какую-то большую теорию. В современной антропологии существует такое стремление находиться в диалоге с тем, кого антропологи изучают. Это подразумевает активное включение голосов самих информаторов или людей, которых изучают в текст. И, собственно говоря, мой текст насыщен такими голосами. Довольно обильно цитирую архивные материалы, разные местные и не местные художественные произведения, какие-то документы, интервью. У меня это довольно обильно представлено. То есть это сделано специально, чтобы не только мой голос звучал, а чтобы можно было, собственно говоря, услышать саму стилистику, сами слова, которые употреблялись разными людьми, которые жили в той эпохе, или с которыми я беседовал, мне кажется, вот такой способ вживания в материал через такие чтения, а иногда бывает имеет не менее важный эффект какого-то понимания, чем понимание через построение какого-то категориального аппарата. Мы построили такой сложный теоретический аппарат, с помощью которого мы начинаем разбираться и понимать. Но иногда можно понимать, как в искусстве, понимают не через категориальный аппарат, а через какое-то прочувствование, через смотрение, через какое-то наблюдение, через соучастие в состоянии искусства. Так, мне кажется, что понимание того, что происходило и происходит в среде Азии, иногда происходит и на уровне, совершается и на уровне слушания, наблюдения и соучастия в этой жизни. И мне кажется, что это... Я попытался как-то эту идею, чтобы она была в моей книжке представлена. Ну и еще, как бы, важная сторона, мне кажется, антропологический аспект моей исторической книжки заключается в том, что в ней есть, вот через фокус на локальности, в ней есть такая подспудная... Как бы, я ее обозначаю, но я, как бы, не делаю ее таким вот идеей фикс, но все-таки я ее обозначаю, критика больших нарративов. То есть, все-таки, историки пишут большие нарративы. Для них это... Хотя они тоже критикуют это, и хотя там тоже есть свои, как бы, течения оппозиционные, так или иначе, по отношению к большим нарративам, но все-таки мейнстрим исторической науки – это написание вот каких-то больших вод, там, модернизации, вот она шла, 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 или там еще что-то, какой-то процесс шел, шел, шел. Как бы, и вот нужно этот процесс описать, растянуть во времени, найти его причины, факторы, последствия и так далее, и так далее. Мне казалось интересно, как бы в антропологии эта критика довольно популярна, как бы, дистанцироваться от этих больших нарративов. Как бы, не создавать этот большой нарратив. У меня нету истории Средней Азии в 20 веке, или истории советскости в 20 веке. У меня есть советский кишлак. История одного кишлака. И не более того. Другое дело, что, конечно, опять же, вот через это, как бы, прочтение истории одного кишлака создается вот некое, как бы, представление о каких-то возможностях, или каких-то вариантах того, что происходило вообще в Средней Азии. Какое-то представление вообще о регионе, или, может быть, о советском времени. Но мои такой специальные задачи я перед собой не ставил, целенаправленно. То есть это такой эффект, который я, как бы, ожидал, который я хотел, чтобы он появился, но я его не конструировал, этот эффект. Я писал историю одного места. И с этим связано, собственно говоря, и, как бы, видите, все одно с другим связано. Одно из другого вытекает. Из этого вытекает, собственно говоря, и построение книги. Она построена не в виде глав, где главы соответствуют, как бы, периодам истории, которые, как бы, сменяют друг друга. Вот, там, имперский период, потом, там, революция, потом, там, раннесоветский, да, там, война и так далее, и так далее. Такое построение, где, как бы, каждая глава вытекает из другой. И главы невозможно читать без предыдущих глав. Такое типичное, как бы, строение исторического. У меня, как бы, совершенно другое. То есть, у меня, похоже, вы увидите, что, как бы, есть эти периоды, их можно обнаружить. Но, на самом деле, построение глав, или я их называю очерков, очерки тематические. Они посвящены темам. То есть, у меня есть тема завоевания. Да, это, как бы, историческое событие, но меня интересует, оно не как историческое событие, а я там описываю его, как восприятие этого исторического события, ну, разными акторами тогда и современными акторами. Как они об этом помнят, как они об этом говорят, как они конструируют эти события и так далее. Или у меня там есть главы про Махалю, про ислам, но там, как бы, это все, на самом деле, не про ислам в советское время, а про ислам, про исламский конфликт. Это, в начале 90-х годов, эта статья, ну, как бы, раньше у меня была публикована на английском языке, Central Asian Surrey. У меня там есть глава про брачные отношения и так далее. То есть, у меня это построено, как бы, внутренняя структура работы, как антропологическая работа, а не как историческая. Хотя в ней, как бы, есть, как бы, внутри все равно есть вот эта красная нить историческая. И, в принципе, каждый очерк, я хочу вам сказать, что его можно читать самостоятельно. Там есть перекрестные отсылки друг на друга, на главы. Там, где, как бы, ну, я не хотел повторять те же самые, как бы, объяснения или уточнения, я отсылаю. Но, в принципе, каждый, каждый очерк представляет собой, как бы, самостоятельный такой сюжет со своей собственной интригой, которую я обозначаю в виде некой, как бы, дискуссии теоретической в каждой главе. И со своим собственным материалом, и со своей собственной, иногда, каким-то отдельным историческим очерком в прошлое и так далее, и так далее. То есть, в принципе, книжку можно с любого очерка открывать и читать. Вот, ну вот, какие-то общие слова о предыстории и об идее. Ну, может быть, в дискуссии будет... Если есть какие-то горячие вопросы... Да, да, да. Ну, я хотел сказать, вот, я хотел сказать, уточнить один факт, да, что я хорошо понимаю ограниченность вот этого локального взгляда. Это, как бы, главный вопрос, который я слышал. А вот, что нам, как бы, дает этот взгляд на локальность и, как бы, не является такой изоляцией от объяснения того, что происходило только изнутри кишлака. Хотя были большие процессы, какие-то большие отношения не только внутри кишлака, но и между кишлаком и, так сказать, большим миром, с разными конфигурациями этого большого мира, да, и с влиянием больших мировых сил на этот кишлак. Поэтому я хорошо, вот, как бы, отдаю отчет себе вот в этой трудности и, ну, для себя я, как бы, как я пытаюсь, может быть, так, риторически выйти из этой трудности. Первое, это, что, ну, как бы, любой взгляд будет со своими ограничениями. Как я сказал, большой взгляд, вот такой, как бы, у него тоже есть свои ограничения. Поэтому здесь выбирать не приходится. Вот, как бы, совместить и то, и другое, эта задача, ну, намного более сложная и еще более, как бы, может быть, нужно было бы написать, как бы, не книгу, а многотомник. Да, поэтому приходится выбирать, вот, тот ракурс и, как бы, признавать эти ограничения, но, как бы, работать в выбранном ракурсе. Это, как бы, один мой такой, ну, как бы, такое оправдание. Оправдание, попытка сказать, почему, как бы, я... Второе, второе связано с тем, что я, как бы, думал о том, чтобы писать не историю локальности, как некой, как бы, данности. Вот, локальность дана, и я ее изучаю и описываю. А посмотреть на эту локальность, как она конструируется. То есть... По-моему, это очень важно, я не знаю, поскольку слушатели, присутствующие, знают, в каком смысле ты используешь локальность. Это вчера у вас была лекция, да? Может быть... Я не упоминал, да, это я не упоминал, да, это... Потому что для меня это тоже очень важно, и, по-моему, большая часть понимания, оценки, недооценки книги крутит все вокруг, вот это ключевое понятие локальности, как ты сам отмечаешься. Так что, может быть, стоит... Ну да, у меня там отсылка идет к известной статье Ападураеву. Я сейчас не помню, как она называется. Производство локальности. Производство локальности, да. Вот так же, мусульки. Да, да, да. И он как раз рассуждает о том, как мы должны... Ну, вы знаете, Ападураев вообще писал о глобализации, и как мы можем понимать глобализацию, такие глобальные процессы, их взаимодействие вот как бы с тем, что как бы внизу, да. Это некий есть парадокс, как мы можем это одно с другим соединить. Как мы можем писать одновременно о глобальном и о местном. И он там... У него есть целая концепция, глобализация и так далее, и так далее. Ну, это как бы... И в том числе в рамках этого он писал о локальности. Вот он рассуждал о производстве локальности, и он как бы четко это разделил, отделил от соседства. То есть соседство как вот такой территориальной локальностью, да, от локальности, которая может быть растянута. Допустим, люди живут транснационально, те же мигранты. Один живет в Москве, другой живет в Кишлаке. Но это тоже локальность. Они существуют в этих локальных связях. И они все равно продолжают как бы жить жизнью своего Кишлака, не находясь в этом Кишлаке, да. И они участвуют в этой жизни. Но это как бы... Миграция это уже мой новый проект. Но здесь это то же самое. Для меня было важно как... Не просто вот эта вот локальность как некая территория, а попытка взглянуть. Я не знаю, насколько она как бы удалась, но попытка посмотреть, как эта локальность все время реконструируется и изменяется. Как разные акторы ее видят, как они ее определяют, какие дискуссии вокруг этого возникают, как, может быть, административно эта локальность все время переопределяется, да. То есть у нее все время менялись административные границы, принадлежности к разным государствам и так далее, и так далее. То есть вот этот фокус как бы изучения локальности как некой данности на производство или на конструирование локальности, мне кажется, тоже позволяет, по крайней мере, теоретически точно как бы избежать некоторых проблем, связанных с изучением одного места. Ну, практически это всегда немножко, как бы одно дело мы теории решили, а другое дело, как это на практике сделать. Это, ну, вот как бы, как я мог, так и сделал. Дальше уже вопрос какой-то дискуссии и обсуждение, как можно сделать лучше. Можно задать запрос на шестерпионисты, если я не могу подождать? Да, да, да. Вот чат сперва, хотя бы. Извините, как обычно, у меня нет теоретический вопрос. Просается от глаза, от карты, что этот район стал тупиком после независимости и закрытия всех границ. Может быть, чуть-чуть вы расскажете, как мы были в 2010 году. И вот это совсем, наверное, поворот во всех сферах жизни от этого... Это такой... Да, да, да. Может быть, ответим на этот вопрос в конце. Чуть-чуть прогуляемся по книге, по истории Кишлака и не забудем вопрос. Я тоже по поводу Ошуба. Сразу почему вы взяли Ошубу? Просто вы не сказали уже, я не прочитал книгу. Вы сказали, что сейчас это тупик, но раньше не был тупик уже. Кокан очень близко. Нет, просто Кокан были очень близко. Это, наверное, нужно. Это надо просто... Почему Ошуба вообще? Почему Ашский район на Димунидаро-Строобраз? Да, да. Ну, сначала я думал, вот... Ну, вот как выбирать место для исследования? Как вы выбираете место для исследования? Ну, у антропологии критерии были. Чем дальше, тем лучше. Чем дико, тем надежнее. Чем меньше людей, тем легче для половых работ. Ну, вот я тоже... У меня не было... То есть план, чем дальше, он, собственно говоря, что как бы... Что Ашаба, что там еще какой-то... От Москвы одинаково далеко. Поэтому это как бы и так уже было далеко. Да, я хотел, чтобы это был небольшой кишлак. Чтобы можно было посмотреть на него, как... Ну, как бы мечта этого образа со всеми поговорить. Со всеми жителями, да. И, конечно, было некое представление о том, чтобы... Ну, хорошо бы, чтобы он был такой средненький, типичный, чтобы он что-то отражал. Но когда начинаешь как бы думать, вот что, как бы, что такое типичный, средний, что он должен отражать, собственно говоря, и здесь как бы заканчивается эта идея. Потому что ничего он не отражает. Как бы каждый кишлак сам по себе. У него масса каких-то своих особенностей. И этот кишлак оказался очень особенным. То есть самая книжка, на самом деле, о том, какой он особенный. И как бы я не знал, что он такой особенный. Просто я тогда приехал, стал жить и оказал, что он такой особенный. И я уверен, что в любой кишлак так приедешь, думаешь, что вот он такой средненький, а оказывается, что у него там какая-то совершенно особая история, какие-то совершенно особые там обстоятельства, особые там ритуалы, особые какая-то вот истории каких-то конфликтов и так далее, и так далее. Я думаю, что вот эта типичность, это такой миф и усредненность. Поэтому Кишлак выбирался случайным образом. И здесь для меня был главным критерием, это возможность просто как бы устроиться в Кишлаке. 95-й год – это гражданская война в Татякистане. Условия были катастрофические, надо сказать. Транспорт не работал, развал был полный, всего и вся. Люди очень боялись, вообще у меня было поле тяжелое в 95-м году. В 10-м году оно было просто, вообще было легко. А в 95-м году из-за этой войны было поле тяжелым, все друг друга боялись, подозревали. Кто-то приехал, может быть, он какой-то шпион, может быть, он как бы собирает какие-то материалы на место. Война идет же. Поэтому для меня было важно вот эти связи. Я это все описываю, кстати говоря, в книге, это у меня как бы не скрывается. Я это описываю, все эти сложности и всю эту историю. Там была целая сеть неприятных событий и своих трудностей, которые задавали фон этого поля. Для меня было важно вот эти личные связи, с помощью которых ты входишь в кишлак. Потому что если ты просто приезжаешь и говоришь, я приехал, то шансов как бы намного меньше, чем если тебя кто-то вводит в кишлак, причем вводит с позиции как бы авторитетного человека. Поэтому нашелся такой авторитетный человек, у которого были контакты именно в этом кишлаке, а не где-то в другом месте, родственные, знакомства с местной элитой. И он мне представил, что как бы сняло, ну хотя бы некоторые как бы подозрения. И там, это даже не просто некоторые, там я это пишу, этот эпизод, когда я там сидел в кишлаке и ко мне там подъехал человек и говорит, ну так просто сел, мы с ним разговаривали пять минут, а потом оказалось, что он как бы местный ТБ пришел меня проверить. И там свои были агенты, которые как бы ему сказали, что он чужой человек и так далее. И в этой ситуации, ну конечно сработали какие-то советские, здесь пять минут, но человек из Москвы, начало 90-х годов, ну мы как бы любим людей из Москвы, они как бы такие, но сработала ссылка на этого авторитетного человека, который меня ввел в кишлак, который тоже был из, но тоже из органов, но не из КГБ, но как бы из органов. И это создавало вот такую подушку безопасности, что было для меня в тот момент важно. То есть, вот таким как бы немножко случайным образом я в этот кишлак воссыл, и вот как как бы проблема антифичности, усредненности и выбора решалась. А отлично уже, наверное, Светлане, да? Если остальное согласны, если Сергей согласен. Для меня задача была довольно сложная, потому что даже если мы называем это книжка, это на самом деле книжище. Ну, в известном смысле я была очень довольна, что мне пришлось сделать эту огромную работу. Я не знаю, если у меня будет времени, если у меня хватит умений поделиться с вами все мысли, все размышления, все хорошие идеи, которые мне породились, пока я боролась с книгой. И, конечно, есть некоторые маленькие критические замечания. То, что я хочу сказать, Сергей уже чуть-чуть нам рассказал об истории написания книги. Я хочу подчеркнуть, что как человек, который все-таки довольно часто читает и антропологическую, и историческую литературу, то, что меня удивило в работе Сергея, это не только искренность, да? Он вполне раскрывается перед нами, как этнограф, как антрополог, как советский человек, постсоветский человек, но тоже и скромность. Но очень часто в монографии он замечает, может быть, у меня материалы недостаточные, может быть, у меня не есть все, что принадобилось, чтобы анализ был, не знаю, чисто антропологический. И мне это очень впечатлило, потому что все-таки в последнее время мы как-то приспособились в очень-таки конкуренцию, конкурент, как каждый, который опубликует монографию, хочет как-то быть специалистом, экспертом по какому-то направлению, по какому-то вопросу. То, что я хочу тоже подчеркнуть, это... Хотя Сергей объяснил, что если ему принадобилось 20 лет, чтобы как-то проанализировать и опубликовать этот материал, в книге, в монографии, особенно если она читается как монография, как одно тело, и я, на самом деле, я всем рекомендую, чтобы читали всю книгу, а не отдельные очерки. То, что мне понравилось, что, хотя он описывает проблемы, которые существовали у советских ученых в 90-х годах, он все-таки отдаёт дань советской школе. Почему? Потому что, на самом деле, вот это методологическое, теоретическое размышление, начиная с советской школы, с дискуссий, которые там велись о пережитке, о традиционализм, и в известном смысле, мне кажется, что монография, она как-то исполняет тоже роль связи между советской и постсоветской школе и тоже в очень большой степени связь между, то, что можно назвать как-то западной дискуссией или западной модели социальных исследований, и то, что уже, не знаю, можно ли так назвать, но как-то российские или постсоветские. Это для меня было очень важно. Мне кажется, что эта задача очень трудная, и что Алексей Сергеев удалось это, как справиться с этой трудной задачей. Мне кажется, что Сергей вчера обсуждал с вами его теоретические перспективы, которые были в «Видении». Правда сказать, когда я прочитала «Видении», я испугалась, потому что там теоретический выбор довольно такой обширный, довольно такой сложный. И, конечно, хотя там есть тоже какое-то присутствие советской школы, Сергей сам не скрывает, что большая часть вот этих теоретических предложений, как понятные аппараты, это то, что на сегодняшнем дне мы называем интеллектуальные бестселлеры. Даже я, который не историк, как-то я знала или услышала о почти всех авторов, которые Сергей ссылается. И у меня было такое ощущение, ну что он будет делать со всеми этими великими и очень известными учеными. На самом деле, если «Видение» меня не убедило, не так полно, потому что вот это размислил о традиционности, нетрадиционности, модерности, немодерности, советскости, несоветскости, колнеамост, не колнеамост, даже если в конце «Видение» есть это ключевое понятие «Локалность», я сказала, ладно, это все очень интересно, но что он будет делать. Как Сергей уже сказал, книга содержит десять очерков, темы очень разные. Если я могу сказать, какой очерк мне очень понравился, трудно сказать, потому что думаю, что очерк о фашистской «Болнице» очень интересный, потому что для меня тема эта новая. Конечно, «Скачок в социализме», где описывается, можно сказать, социалистическая трансформация кишлака, это самый объемный очерк в книге, тоже очень привлекательный. Я бы хотела, если у нас есть время, обсудить совместно последнюю очередь книги, «Ашабинские албомы», потому что для меня это как-то более незнакомая тема, а мне кажется, что для штаба фотография, визуальность – это очень важная тема. Ещё несколько более-таки общих замечаний насчёт того, что можно сказать, то, почему книга важна в эпистологическом плане для меня. Я надеюсь, и для остальных. Сергей уже сказал, что хотя сначала хотел вести себя в поле как антрополог, в конце концов получилась монография исторической антропологии. Конечно, историческая антропология – это какое-то более-менее новое поле, стыкование, две очень такие специфические наук. Там есть очень много обещаний, что-то новое открыть и рассказать через историческую антропологию. Уже есть очень много тоже разочарований. Но мне всё-таки нравится, когда антропологи подходят творческим к истории, и когда историки слышат с вниманием антропологам. Тоже для меня как человек, который, хотя у меня есть какой-то антропологический, а как часть моей… Я часть являюсь антропологом. Я всё-таки думаю иногда о себе как специалистом по Средней Азии. Мне казалось, что, читая монографию, осторожно и внимательно, она предоставляет нам очень хорошая панорама о том, что делалось и производилось в поле Средней Азии, изучение Средней Азии за последние 20 лет. Поскольку я там смотрела, но нет ни одна крупная работа, да, по истории… Уже последние три работы, которые я не сумела… С которыми… Которые бы не присутствовали в работе, и с которыми Сергей бы не был в какой-то дискуссии. Это, конечно, рискованный подход, но если как-то думать в узком смысле о построении, изучении Центральной Азии как особое такое научное поле, это, мне кажется, что это очень важно, и что Сергей ещё один раз один из редких учёных, которые пытаются это делать. Остальные, по-моему, общие замечания я сделала. У нас… Не знаю, как мы с временем… Может быть… У нас есть, в принципе, две возможности. У меня есть такое… Общее критическое замечание к Сергею, с которым мы можем открыть дискуссии, или, если Сергей и вы согласны, мы можем как-то остановиться на некоторые очерки из книги… Обсудить… Ну, что общее замечание? Неинтересно замечание. Замечания общие, они общие. Конечно, ты сам говоришь, что ты хотел сделать монографию в таком геологическом стиле. И в известном смысле это очень хорошо получается, потому что вот архивные материалы, полевые материалы, там объёмы. Это, с одной стороны, очень сильная сторона монографии, с другой стороны, по-моему, это слабость, потому что я думаю, что некоторые коллеги, они будут читать только этнографии документы, а вся остальная дискуссия для них не будет важна. Геологический стил, конечно, он как-то важный. Я уже сказала, что, с одной стороны, мне очень нравится, что ты как-то дискутируешь с очень много известных учёных, которые в последнее время опубликовали по Средней Азии. С другой стороны, в известном смысле, мне казалось, что стил чуть-чуть монотонный. У тебя уже есть вступление, есть краткое ведение каждой очерки, где ты выставляешь уже существующие взгляды на определённый вопрос, да, и потом у тебя идёт этнографический или исторический материал, и заключение, где или есть ещё один раз дебаты, или ты даёшь свою интерпретацию, скажем, на основе ошибинских материалов. Если человек читает только отдельную очередь, это нормально. А когда человек читает всю книгу, иногда становится чуть-чуть монотонно. Тоже, и это будет один из больших вопросов, которые я тебе задаю, это касается не только локалности, да, по-моему, насчёт локалности, то, что надо было особенно отметить, да, что в понимании Ападурая, а после Ападурая сейчас, не знаю, есть такая мода локалности, все работают о локалности или транс-локалности, есть очень много публикаций, у нас даже был workshop здесь по транс-локалити, но, по-моему, то, что самое важное, когда надо сделать разницу между локалность или локалный, извиняюсь, что у меня эль не русская, не могу не получать, или и местный, да, или я не знаю, как он называет там соседство, это, что локалность, это, как он сам говорит, качество, да, это локалность, она сама по себе не существует, это качество, которое производится, получается разными процессами, практиками, участниками, и иногда локалность, как качество, она может производиться в соседстве, но, как качество, она зависит от очень много внешних сил, да, и в этом смысле, почему я иногда настаиваю, что, или рекомендую, если я могу так сказать, что все-таки стоит прочитать всю книгу, потому что мне казалось, что вот локалность у тебя получилась замечательной, она есть в самом начале, да, начиная с очерки по завоеванию Средней Азии, потом шел очерк басмачества, и вот, как разные версии и воспринимание руководителя басмаческого движения в Ашабей, и она очень хорошо, она очень хорошо разработана в очерке о маленький Сталин, это ранний период колонизации, и какое-то такое местное сопротивление против председателя Силсовета, она очень так ясно присутствует в размышлении очерки о Махале, да, и в остальных всех локалность она есть, и ты очень хорошо показываешь, что то, что как-то создают локалность Ашоби, вот это не то, что люди живут в определенном месте, и что они такие очень особенные, а особый способ, которым это местное сообщество реагирует на внешние, внутренние процессы, силы и факторы. Это было, что хорошо получилось. Что я хотела отметить перед этим? Выскочила она. Локал у нас получился. Ну, да, окей. Весь книг, введение, вот, когда ты обсуждаешь, обсуждаешь теоретические подходы, советские или западные, есть, конечно, в полной обосновании критики бихотомии, да, все начинается, вообще вся книга, вся монография, все твои размышления как-то начинаются на основе дихотомии, да, традиционно или среднеазиатское общество, или нетрадиционно, модерное или немодерное, как, что там было еще, советское или несоветское. И это, конечно, это, конечно, в известном смысле, то, что мне кажется, что в определенном моменте, когда ты обсуждаешь работы остальных ученых, я не знаю, потому что у меня не было время перечитать их в подробности, но ты их тоже ставишь в таком дихотомном отношении, да, например, то, что у меня есть в голове, там есть очень много моментов, когда обсуждаешь, ну, скажем, по-моему, брак по-комсомолски и вообще положение женщины в Средней Азии, у тебя дискуссия начинается с Дыгласом, Нортропом и Мариан Кемп, и ты говоришь, окей, по мнению Дыгласа, да, все, что политика в отношении женщины, она была внешняя, она была колониальная, она как-то, у нее был оттенок насилия и принуждения, а по мнению Мариан Кемпа это не было так, потому что были местные движения, уже местные идеи об эмансипации женщины, и с одной стороны, по-моему, мы должны быть более осторожны, да, когда, ну, это даже, если стараемся быть осторожны, иногда так получается, да, что как работа наших коллег, мы сводим какую-то конструктивную дихотомию, и опять-то насчет дихотомии, это очень такое грубое обобщение, но у тебя вывод всегда что-то посередное, да, например, насчет завоевания, ну, есть имперский нарратив, есть националистический нарратив, есть местный, или, можно сказать, даже локальный, да, нарратив, они очень разные, да, они рассказывают разные истории, они врут по-разному, у них разные перспективы, и заключение у нас получается, нет правды в истории, да, и никто не выиграет, а насчет скачок в социализм, и успел ли советское государство модернизировать Средней Азии, или, скажем, модернизировать кишлака, ну, там опять дискуссия, которую ты обсуждаешь, она дикотомная, да, для одних советы совсем пропали в Средней Азии, она стала традиционной, для других нет, скачок был большой, а ты представляешь, ну, там дискуссия более сложная, да, потому что, если я хорошо помню, для советских этнографов в экономике были два сектора, государственный или формальный, и потом частный, который неформальный, и для советских этнографов вот беда Средней Азии была в том, что существовал частный сектор, где сохранялись, воспроизводились традиционные отношения. твой вывод? Ну, это, да, был государственный официальный сектор, который как-то был модернный, современный, где советскость намного больше, да, выражалась, был частный сектор. но, ты говоришь, но они не были так, как, так, сильно отличены, там была мозаика, да, люди переходили от один сектор в другом, и, и на самом деле это так, это он не выдумывает, да, потому что у него есть очень богатый этнографический, исторический материал, который доказывает, что и это, и это существовало, и это существовало намного как сложнейшим образом, чем обычно мы описываем. И как-то дискуссия всегда идёт так, да, это очень грубое обобщение, но что вы начали дискуссию. Конечно, в этом есть объяснение, и Сергей сам подчёркнул, что хотя у него очень много исторических материалов и очень много как-то рассуждений об имперском прошлом районе, то, что значила империя в этом месте, всё-таки он антрополог, да, и у него даже подход к историю антропологически, он уже подчёркнул тоже, что ему нравится антропология, потому что это как-то недоверие к методу большей нарративы, да, вопрос такой, у меня критика не только идёт по отношению локалности, может быть, я не знаю, я думаю, я думаю, что с локалностью и как она концептуализируется в последнее время, там не так много методологически, аналитически проблем, ну, есть, они есть, но не так много. у меня такой самый большой вопрос, ладно, если каждый раз мы как-то отрицаем дикатомию и представляем какое-то средное, какое-то средное, 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 как можно сказать, интерпретации или описание, что и как происходит. Какой у нас будет дебат дальше? Потому что у дихотомии есть очень такое положительное качество, да, когда есть дихотомия, дебата, когда есть дихотомия, есть стремление предъяв понятия, да, как-то уточнять понятия не аппарат, там есть драки, там есть переразмышления. Когда мы освободимся от этих дихотомий, да, в одном смысле, да, мы становимся как-то более процессуальные, даже более феномиологические, более антропологические, но тоже в известном смысле как и что будем обсуждать. Но у меня я ладно, может быть начнем с этого? Да, я понимаю этот хороший вопрос, но этот вопрос предлагает вернуться к какому-то большому нарратику и построению какой-то большой модели, которая это объясняет. противоречиями. допустим, да, я говорю, да, не хватает такой модели, но что я должен сделать, чтобы вернуться к этому большому нарратику и построить эту большую модель, которая не является попыткой показать, что есть и то, и другое, и давайте подумаем над этими противоречиями, как это было сложно, а давайте построим какой-то модель, который эти противоречия превращает в некоторое объяснение. Но я боюсь, что из кислака я на такой большой нарратив никак не выгляну. То есть все-таки я себя в известном смысле загнал в угол, когда я своим ограничил себя вот этой локальностью и локальностью с названием Ашаба, и из этого угла я не смогу сделать, то есть я буду тогда спекулятивен, если я пытаюсь нарисовать некую большую модель, обобщая свой конкретный опыт, и тот тоже неполный, потому что я-то знаю, что он неполный, я знаю, что я там сколько не буду находиться, я буду все время находить новые интерпретации новых акторов и так далее. То есть он тоже неполный. Могу ли я себе позволить, я очень в этом смысле осторожно, могу ли я себе позволить такую смелость? Я здесь подставляюсь, но там я боюсь, я буду подставляться еще больше по критику, потому что мне скажут, где у тебя аргументы и доказательства? в таком критическом пафосе я представляю документы, я говорю, что вот смотрите, мы не находим колониальность в таких чистых формах, мы не находим и советскость в каких-то таких чистых, в каких-то таких простых формах. На критику этих понятий у меня хватает материалом. Для публики может быть сделаем чуть-чуть резюме, да? Если пройдемся по очерке книги, да, я уже чуть-чуть сказала, например, когда обсуждают все завоевания Центральной Средней Азии, да, ну, мы доказываем то, что по-моему все знают, что нарративы есть разные, там есть очень такой мощный имперский нарратив и звук состоящий это донесение русских военных и потом совсем-таки профессиональные военные историки есть, можно сказать, ну, второй такой мощный нарратив это национальный нарратив, да, как потом советские республики осмысляли и оценяли завоевание. То, что мы намного меньше знаем, это то, что особенно в те места, которые происходили в большинстве важные такие военные сражения есть тоже местные нарративы, не знаю, по-моему у нас они не так много. Да, есть работа, есть интересные. На основе этой нарративы дебат, если мы его как-то резюмируем, одни говорят Россия завоевала Средней Азии с силой и с ножем, другие говорят нет, Средняя Азия добровольно присоединилась к России. Ну, опять один раз это очень такое схематичное представление дебата, ну, все-таки мы на основе вот сопоставления изучения вот этой нарративы не как, я не могу сказать, не как исторические источники, а как нарративные, да, а как нарративы, то, что они говорят, какая точка зрения автора, то, что мы получаем, что очень трудно, да, сказать, это нарративы не идут в одно направление, да, ни в направлении завоевания, ни в направлении добровольного присоединения России. И заключение наше будет какое? Иногда она завоевала, иногда они добровольно присоединялись, но это чуть-чуть такое поршение, да, другой, давай другой очерк. Нет, я хотел бы рассказать об этом очерке, в чем его продолжение, потому что мне было интересно обнаружить в этой дискуссии таких как бы акторов, говорящих от имени империи и акторов, говорящих от имени нации обнаружить вдруг локальный нарратив этой истории, который бы совершенно не сводился к тому и к другому. там говорят, что мы воевали, 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 мы победили, говорят, местный кишлак, мы победили и как бы Россия пошла нам, и мы как бы согласились, и Россия согласилась с нашими условиями мира. Вот такая как бы история популярна в этом кишлаке. Это такая парадоксальная история, и я там говорю о том, что показываю, что вполне возможно, что этот нарратив это как бы не поздний, а как бы есть свидетельство, что он сложился может быть и вот где-то близко к тому времени, когда это произошло. То есть местное локальное восприятие было совершенно как бы другим. И появление этого третья актора и такой третьей позиции само по себе интересное, и я его объясняю, почему она возможно была появиться, потому что это кишлак узбекский, это я объясняю, узбекский кишлак, но в Таджикистане. И он как бы еще так получилось, что он выпадает из двух национальных нарративов. Таджикистан своему узбекскому меньшинству не предлагает, он говорит только про таджикскую нацию, что с ней происходило, но узбекскому меньшинству она свою историю не предлагает. И Узбекистан никакой истории для узбекских меньшинств, которые находятся за пределами Узбекистана тоже не предлагает. И они оказываются в таком пространстве, где они могут, никто им не навязывает некую идеологему, как должно быть, такой национальный взгляд. И они чуть-чуть оказались в этом промежутке, в этом между, где у них продолжала сохраняться их локальная история. Она не подавлялась, она не уничтожалась этими национальными нарративами, а она существовала. для меня это интересно само обнаружение их. Я потом посмотрел другие работы и видимо такие истории в других местах можно поискать и найти. И умножение акторов. То есть оказывается наша советская история это история не только нации и империи, а мы можем увидеть совершенно другие логики других акторов и другие интересы, которые эти акторы продвигают. И само по себе обнаружение этих людей, этих интересов, которые были в советское время, которые были в имперское время, мне кажется, уже задает нам интересный фокус наших исследований. Мы уже не думаем и не пишем только колониальные чиновники делали то-то, и мы описываем, что они делали. Или мы не пишем только а национальное сопротивлялись или приспосабливались. Мы не вписываемся в эти два мейнстримовских нарратива, а мы можем увидеть какие-то другие возможности для анализа и не входя в этот бесконечный спор колонизаторов и колонизированных. Мы оказывается находим какие-то другие совершенно какие-то мы видим что-то другое. не было вот это интересно в этой главе обнаружено. Я могу еще чуть-чуть картинки показать, так быстренько прорисать, чтобы такое говорение сопроводилось чуть-чуть картинкой. Но это местный басмачевский лидер, надо сказать, что этот пришлак, как оказалось, когда я тоже попал, был довольно большим центром басмачевского движения во всей Западной Фергане. Это был центральный кишлак, и выходец из кишлака был очень крупным главарем басмачевского движения. И я там даже показываю, привожу документы, цитаты, жизнь, которую деятельность обсуждалась. Грубо говоря, Сталин и Троцкий сидели и обсуждали, что такое Рахман-Кул делает. И его имя осталось таким нарицательным, оно теперь сопровождает всю историю этого кишлака, и одновременно там интересно, одни стали советскими очень, и в то же время они сохранили любовь к своему Рахман-Кулу, который издает их идентичность локальную. И вы тоже интересно это противоречие обнаружите. Маленький Сталин это герой другого очерка, посвященный советскому времени и советской власти. Обычно мы думаем, что в 30-е и 40-е годы местной властью был председатель колхоза. Это как бы миф такой. А на самом деле его председатель Совета, он был гораздо более мощной фигурой. Председатель колхоза становится мощной фигурой в 50-е годы, когда колхозы объединяются, идут большие инвестиции в аграрный сектор. А тогда был сельсовет, у него все были административные рычаги, и вот он был такой маленький Сталин, его так и местные спорили. Все споры про Сталина хорошие он был, он столько построил всего, или он репрессировал. Местная локальная дискуссия идет так же о нем. Вот он построил клуб, он еще что-то сделал хорош, а другие говорят, нет, он того репрессировал, вот того, трепрессировал. Типичный как бы, и причем его тоже интересно, его в сталинское время посадили в 1947 году. Но вся риторика, как его посадили, хотя его посадили еще в сталинское время, но вся риторика, что вот его посадили, и пришла демократия. Это типичная риторика, как после сталинская. Сталин как бы умер, и пришла такая хрыш上 демократия. То интересно, вот эта локальная история, локальная дискуссия, как она как бы воспроизводит вот эти большие нарративы советской истории. Это было очень любопытно. Вот он, как бы, тем не менее, вот он дожил в 95-м году, но потом уже умер. Это было неожиданно. Мне про него все рассказывали, рассказывали. Я понял, что это такая важная история о Кишлаке была с ним связана. Я собирал материалы, материалы. Я даже как-то не думал, что спросить, а вот он как бы жив или не жив. А потом мне вдруг на улице говорят, а вот он. После шести месяцев. Ну, не после шести месяцев, но в какой-то момент. Вот он. И это было, конечно. Но он сам ничего не рассказал. Он рассказывал, он как бы отсидел в тюрьме 3-4 года, и он как будто следователю. Вот я как бы сделал то-то хорошее, сделал то-то хорошее. Я ни в чем как бы не... Ну, это вот документы архивные. Это у меня... Я довольно много занимался фотографиями, собирал фотографии об этом времени, о советском. Фотографии, которые они фотографировали сами, ашабинцы. Помимо того, что я сам фотографировал ашабу, вот как бы вот эта последняя глава посвящена тому, что... Я говорю, как эту ашабу снимали... Ну, не ашабу, а как Среднюю Азию, скажем, снимали. Потому что ашабу практически не снимали. Снимали, значит, вот как бы российские имперские чиновники. Вот они приезжали и снимали. Вот что такое Средняя Азия? Потом как снимали советские. Вот этот пенсон, да, я на нем останавливаюсь. Как они видели? Они видели чуть-чуть по-другому. А мне было интересно, а как, собственно, сами... И я еще как снимал. То есть, как я снимал в 95-м году, как я снимал в 90-м... В 2010-м году я тоже вдруг обнаружил... Имперский, а не советский. Что это была разная съемка. Я как бы в 95-м году хотел увидеть одно, то есть я смотрел, как бы хотел найти вот эти... Я традиционности... Я помню, я не снимал, я потом уже как бы обнаружил, я не снимал все, что как бы указывает на современность. Я снимал там... Тантыр, там вот человек на ишаке, там какие-то там астары, такие я снимал. Вот я... Мазары там, святые места... Я это все снимал. А всю современность, я как бы старался ее, чтобы она не попадала в кадр. А в 2010-м году я приехал, мне наоборот была интересна современность. И я снимал вот эти современные школы, которые там были, остатки как бы... То они остатки, они там больницы, и так далее, электрические всякие... Ну, как бы все, что как бы было в советское время создано. И как бы для меня был такой интересный вывод, что в 2010-м году советскость превратилась в такую традиционность. Она стала уже... Архаик. Она стала архаикой. Мы советскость воспринимаем как утопическую программу будущего, а она сейчас это уже утопическая программа прошлого. Это уже архаика, традиция, которую мы как бы уже изучаем как традицию, а не как как бы план будущего. И это было как бы... Ну, вот вокруг этого построено... В этом кишлаке вот... Это кишлак такой интересный, там население, оно... Это предгорный кишлак, оно занимается... Оно вот и скотоводством, и таким небольшим земледелием, и, соответственно, ткачеством, и плюс, а в советское время он превратился в огромный хлопковый колхоз-миллионер. Хлопковый. Ну, это вот больница, как бы тоже ей посвящена отдельная глава. Это махалинские ритуалы. Вот как готовят плов. На туях больших, когда собираются сотни тысяч людей. Вот плов готовят в таких казанах, и только не один еще, а у него три казана, и вот он как бы с ними справляется. Это местный шейх одного мазара. Я сейчас покажу, что это за мазар. И он показывает документы, которые он все советское время сохранял, о праве, вот о своих правах на земле, на это святые места. Потому что сейчас в Таджикистане принят закон, по которому ты можешь такие документы вытащить из своих каких-то наших саддуков поделить, и закон позволяет тебе эту землю вернуть. В таком стране в Таджикистане принять такой закон. Это как бы интересная тема. В Таджикистане остались со всеми странами. женский совет. Ну, вот такая милая картинка. Ну, про Канта. Да, вот у меня целая голова посвящена, она называется «Брак по-комсомольски», посвящена брачным практикам, и как они менялись. Она основана на истории, которые я сначала взял как интервью у одного человека, а потом он... И я даже думал, как мне написать эту историю, чтобы как бы не обидеть, и как вот эти антропологические принципы соблюсти, чтобы ну, как-то, значит, этически как бы не задеть, но в то же время рассказать об этой истории. Потому что... А тут я приехал в 2010-м году, он опубликовал целую книжечку, которая сам всю эту историю рассказала. И я как бы взял и вот уже использовал в этом... Мне было здесь интересно, как менялись в частности ритуалы свадебные, что как они из... из таких вот локальных с определенными правилами превращались в советские. Вот с этими белыми платьями. И как это... Это превращение как бы было всегда неполным. Это как бы всегда была вот такая смесь. То есть даже вот вы видите, что это вроде бы белое платье, но это... Фасон-то это же не белое, это местный фасон. Или такой как бы... Ну, он тоже такой осовремененный, но все-таки он как бы принятый как местный. Но он переделан в белый и переделан как бы в такой европейский. То есть... То есть тут как интересно, как вот это все как бы соединялось. Вот когда мы думаем про советскость, про советскость, мы как бы... Мы иногда не видим, что в этой советскости неоднозначность вот такая как бы... Что они как бы все будут одеты в каком-то таком советском стандарте. А этот стандарт включает в себя как легитимные, как вполне как бы признаваемые и не скрываемые какие-то другие локальные элементы, какие-то внимаемые как национальные и так далее. И все это как бы соединяется... Ну вот тоже такие забавные местные фотографии, мне кажется, очень милые. У них... Это выпуск, видимо, школы и учителя. Здесь не видно. Книжки вот они держат. Ну, что скажешь, ну, тогда еще были, да, 57-й год. Ну, это может быть, с учителя даже. Книжки держат, и там написано русское, русский язык, литература. Это очень как бы снимок такой, как бы говорящий нам, ну, как бы, а многое нам. А в чем смысл? Это как бы нужно было как-то лояльность какую-то зафиксировать? А вот как бы для меня было это всегда интересно как вопрос вот о том, как снимают самих себя. Это вот как Хельвик, он когда пишет, говорит, что вот они писали дневники и сами для себя. Но там они говорили советским языком. Как бы вне вот этого давления государства, они как бы разговаривали сами с собой, ну, советским языком. Фотографии, семейный альбом, это как дневники. Снимают сами для себя, не для того, чтобы показывать на каждом углу, значит, что вот смотрите, какой я лояльный советской власти. Снимают сами для себя. Но вот в этом разговоре с самим собой они используют вот эти вот как бы знаки советскости или русскости, да, русскости понимаемые вот как модерности или как... И они как бы для них самих... Здесь нет русских. И фотограф, я так подозреваю, что греки русский, то есть здесь нет этого русского начальника. Они сами себя снимают, для них самих это важно как бы себе, о себе сказать как о современных, о советских, вот о таких как бы продвинутых, изучающих русский язык. это мне как бы было важно вот это вот увидеть. Это местный председатель колхоза, который провел в колхозе 40 лет. Потографию, то есть на сет. Да, я как бы об этом рассуждаю, как он, как там есть вот такие как бы самопредставления себя как советских людей, используя абсолютно штампы. А это из альбома? Это из его семейного альбома. Он был в колхозе председателем 40 лет. И он превратил из маленького колхоза, бедненького, он его превратил в колхоз-миллионер. Он, пенел. И его как бы инициативами, и его как бы усилиями. И там было, из этого бедный колхоз, он за 30 лет, там у него несколько больниц, несколько школ, огромные территории там были освоены и так далее, и так далее. То есть клуб огромный во всем районе, самый большой клуб и так далее, и так далее. ну как бы такой интересный эпизод тоже. Он получил герой социалистического труда накануне распада СССР, летом 91-го года, буквально за несколько месяцев до распада от Горбачева. Есть даже фотографии, но здесь ее нету. То есть вот он как бы это был такой последний юмик. это вот он же тоже себя представляет. Вот так вот в советском кишлаке никто как бы это не манера поведения людей в кишлаке. Такую позу никто там никогда не займет. А фотограф не сражал специально? Да, это он снимался не в кишлаке, он снимался в Красноводске. В Красноводске он снимался. Это еще поведение фотографа, такое специальное, как бы мебель, скульптуру. Ну да, 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 да. Ну он же как бы во-первых соглашается с этим таким как бы образом, во-вторых, он его хранит в своем альбоме, чтобы как бы смотрите, вот я был Красноводский, смотрите какой я современный европейский, ну правда в Кибитеке. Это вот школа, школа, но старая школа, если вы видите имени Сдержинского, до сих пор это на этой сохранилось. Вообще там было четыре колхоза, вот до объединения в один колхоз, в 30-е и 40-е было четыре колхоза, и один колхоз, например, назывался НКВД. А вот школа была Сдержинская. А это Калинин, да, до сих пор стоит, ну, в 2010-м стоял, его даже обдавили, потому что это был большой колхоз-миллионер, он был имени Калинина, и поэтому перед колхозным управлением стояла его больница, которая была построена уже в 80-е годы, ну это какие-то свадебные ритуалы. Это вот Мазар, один из местных Мазаров, святых мест, в виде Чинара, как бы Чинара, растущих как бы из одного места. это известная гора, собственно, вот я, помните, вам говорил про шейха, который показывал документы, вот это шейх Мазара, который находится на самой вершине вот этой горы, вот прям здесь. И это его земля. Да. И вся гора его земля. Нет, но там в других местах есть места, которые как бы считаются, видимо, землей, вот, которые обеспечивают... Я попытался поднять, там только в августе делается паломничество, туда некоторые поднимаются, чтобы совершить паломничество, я попытался, но это оказалось мне не по силам. Вера не ищет. Ну да, потом, да, 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 они говорили не вера, это как бы другой нарратив, они говорили святой не пустил. Может, наверное, уже как-то вопросы, если какие-то есть. Это десятый год, да. Да, это десятый год, да. Ну вот интересно, ведь в десятом году в этом кишлаке не было ни одного русского, ни одного. Из России. Это узбекский кишлак, в котором, значит, государственный язык таджикский. Посмотрите, что написано на этом языке. Это важный... Это не обращение к русским колонизаторам, что, посмотрите, мы написали на русском языке. И не потому, что мы на этом языке говорим, а это важный символ как бы вот этой современности, которую эта машина представляет, белая свадьба, так все. И русские молодожены, это вот... Это символ этой как бы... Это и как бы вот... Самопонимание себя как в том... Мы тоже современные люди. А, да, а, да. А, да, а, да. 0-2 это, наверное, потому что человек второй раз женится. Нет, 0-2 это... Нет, там... Это серия, это номер региона. Это часть... Да, и лебеди вот такие красивые. Там есть остальное за две. Часть столетия. Ну вот это мне тоже... Я люблю эту фотографию, потому что там... Сталин. А и рядом... Рядом. Поп-певица Максима российская. А я думаю, что где-нибудь на другой стене висит вот такой же как бы бумажка с меткой, это как бы... Это все как бы одновременно существует. Это вот... И это не... Как бы для людей непротиворечиво. Мы удивляемся и думаем, как это вот Сталин и поп-певица Максим, вот они рядом висят. А эти люди это рядом вешают, и это для них как бы одинаковые силы, которые стоят рядом и которые находятся в какой-то взаимосвязи между собой. и очень замечательные как бы люди, с которыми мне очень помогали, с которыми мы очень хорошо общались. Ну вот так. КОНЕЦ Продолжение следует...